История с дужком вокруг искусственного пруда в Поливно продолжается. Этой весной водоем подурнел. Внезапно почти все его обитатели погибли, а воды помутнели. В средствах массовой информации выходили материалы. Люди в соцсетях делали публикации. На место выезжали эксперты, но ситуация осталась прежней. Наша съемочная группа приезжала сюда примерно месяц назад. С тех пор здесь ничего не изменилось. На поверхности озера плавает дохлая рыба. Вонь стоит несусветная. В водоеме так никто и не прибрался. Местные жители утверждают, что в Солдатское озеро попало содержимое канализации, что привело к гибели рыбы и лягушек. Есть версии, что случился замор. Сотрудники инспекции ветеринарии и безопасности продовольствия брали пробы из водоема. В воде установлено повышенное содержание ионов аммония и общего железа. Если повышенное содержание ионов аммония объясняется начальными процессами разложения рыб, то превышение содержания общего железа в воде приводит к разрушению поверхности жабр и последующей гибели рыбы. Экспертное заключение от центра ветеринарии передано в природоохранную прокуратуру. В коллекторы, расположенные неподалеку, сливают отходы осенизаторские машины. Есть мнение, что система не справляется с объемами, и содержимое баков идет верхом, попадая в ручей, питающий озеро. Председатель обращался в водоканал в Леновский. Вроде как что-то там они сделали с насосами, но неделю назад был сильнейший выброс опять непонятного происхождения жидкости. Местные жители считают, что в Поливенецкие колодцы сливают отходы с частного сектора. Содержимое канализации привозят из Лаишевки и Каменки. Это подтвердили в городадминистрации. В мэрии также утверждают, что система работает без нареканий. Простой пример, когда происходит утечка на коллекторе, происходит вымывание грунта. Все это приводит к большим земляным работам. Как это происходило, недавно жители видели на перекрестке Гая и Локомотивной. Как это происходило несколько лет назад на улице Камышинской и Рябиково, когда приходилось копать огромные котлованы, укреплять их шпунтами и производить долгий срок ремонтные работы на канализационном коллекторе. Все это приводит к таким последствиям. То есть сейчас там никаких утечек нет. По словам специалистов Минприроды, Солдатское озеро не является водным объектом. И внимания к водоему от этого меньше. Напомним, он раньше служил водной преградой для отработки танковых маневров. Этот искусственный пруд принадлежит Министерству обороны Российской Федерации по сей день. Но кто будет далее за ним ухаживать, неизвестно. Владельцы дачных участков, расположенных рядом, намерены и дальше обращаться в государственные органы. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.